Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Нужно вообще учитывать реальное положение дел, когда люди придумывают всякие вот такие вот страдые вещи. Современное идолопоклонничество в литературе это результат традиции прошлого и в любом идолопоклонничестве существуют собственно мифы. И большая часть этих мифов ни на чем не основана. Начнем сначала. Художественная литература больше другой помогает во владении языков. Ну с помощью русских данных, в случае, что у нас русская литература. Это самый действительно объективный аргумент сторонников художественной литературы, но скорее всего нет. По-моему любое использование языка помогает овладению него. Например, философские тексты помогают нам овладеть русским языком? Помогают. Помогают ли нам научные тексты овладеть русским языком? Помогают. Помогают ли нам собственно лингвистические тексты и учебники по русскому языку овладеть русским языком? Помогают. Но проблема в том, что в художественной литературе все это не достигает максимальной степени даже. Как можно обладать русским языком, читая художественную литературу? Какие вещи развиваются? Словарный запас, владение выразительными средствами, грамотность речи, грамотность письма. Вот с этими компетенциями обладать, когда читаешь якобы художественную литературу. Но на мой взгляд, куда полезнее просто целенаправленно развивать отдельно словарный запас, владение выразительными средствами, учить сами выразительные средства, не пытаться их найти в художественной литературе. Если вы не знаете, как выглядят выразительные средства, что это такое, вы просто их не опознаете в литературе и это вам не поможет. Просто обычное чтение не помогает в данном случае. Тоже с грамотностью речи и грамотностью письма. Но, давайте заметим, наблюдение это нам подсказывает, что люди, читающие художественную литературу, не всегда обладают очень большим словарным запасом. Выше среднего, выше не читающих людей. Если мы возьмем человека, который вообще не читает ничего, и возьмем человека, который читает художественную литературу, да, словарный запас второго будет выше. Но художественная литература редко использует такие термины, которых нет в обыденном языке. А вот философия, философская литература и научная литература, их используют явно словарный запас, чтобы повышать лучше через научную и философскую литературу. Более того, в науке и философии мы встречаемся с терминами, с рабочими терминами, с терминами, которые нужды, которые помогают понять те или иные теории. В художественной литературе мы встречаемся с терминами совершенно другого порядка. То есть там могут быть употреблены какие-то слова буквально для красоты. Или просто слова, которые вообще не дают ничего для раскрытия определенного события. Просто, допустим, кто-то курил папирос. Человек не знает, что такое папирос, осмотрит это, но какая прибавка смысловая у него от этого возникает. И никакой особой прибавки не возникает. Он просто узнает, что вот есть такая штука, которая называется папироса, допустим. Или еще что-нибудь. Как с любым словом, много нерабочих слов, много устаревших слов можно узнать. Человек, который даже читает художественную литературу, собственно, может наоборот узнать много тех слов, которые в наше время не употребляются. И он не сможет разговаривать вот этим языком художественным с другими людьми. То есть это минус даже, может быть. Владение выразительными средствами. Как было сказано, лучше изучайте риторику. Да, действительно, у авторов художественных произведений есть вот эти самые выразительные средства, которые называются риторическими фигурами. Они там существуют, они есть, но вы не сможете их выделить, если вы заранее не знаете, что это за фигуры. Надо изучать риторику, читать аристотели. Не только аристотели, читайте людей, которые вам преподают риторику. Вот вам очень хороший способ выучить владение выразительными средствами. Грамотность речи. К сожалению, я бы не сказал, что чтение художественной литературы развивает грамотность речи. Почему? Потому что, во-первых, лучше заниматься практикой, лучше самому говорить, заниматься риторикой, как непосредственно опять же к риторике возвращаться. Заниматься риторикой, больше говорить, и это приведет к развитию грамотности речи. Я замечу, что на моем опыте люди, читающие художественную литературу, это не всегда какие-то прекрасные ритору, прекрасные преподаватели, прекрасные грамотные, собственно, софисты, которые могут выразить все, что угодно, прекрасно в своем языке. Нет, нет. И редко это люди довольно-таки очень косноязычные. Это люди, которые могут совершать ошибки в различных построениях. Это обычное дело. Чтение здесь им не помогает. Все-таки нельзя наизусть запомнить все фигуры употребленных авторов. Вообще никто практически не заучивает книжки классиков наизусть. Из этого следует, что художественная литература мало по грамотности отличается от научных Ивласовских. И приходится смириться. Это просто еще один подмиф такой. Грамотность письма. Здесь то же самое, что и с грамотностью речи. Нет, не учат. Совершенно не учат. Просто потому, что не может. Не может. Чтобы научиться грамотности письма, нужно писать. Практика письма лучше способствует закреплению грамотности, чем чтение. Чтение и написание – это процессы разные. Если мы хотим научиться грамотности письма, мы можем учиться писать, исправлять это, смотреть какие ошибки, листать правила. Вот это вот наша грамотность письма повысит. Это фантастическое чтение, которое каким-то магическим образом перетекает в грамотность. Это миф. Может быть некоторые люди думают, что у них врожденное чувство языка. Или не врожденное, а приобретенное с помощью чтения художественной литературы. Но скорее всего, чаще всего эти люди допускают больше всего ошибок. Это забавно тогда бывает. Ну да ладно. Культура. Следующий миф – это культурный. Считается, что чтение художественной литературы повысит ваш культурный уровень. Действительно ли это так вообще-то? Есть ли что-то, что лучше способствует повышению культуры? Вообще-то литература – это часть культуры. Да, это часть культуры и далеко не самая большая. Но проблема в том, что, например, в русской литературе нет ничего русского. У нас литература западная. Мы взяли стиль западного литературы, а не литературы. Вообще мы взяли западную филологию полностью, западную поэзию. И немножко интерпретировали ему послание. Немножко, чуть-чуть совсем. Вопрос. Как это поможет изучить русскую культуру? Как мы будем изучать православие? А еще лучше, как мы будем изучать настоящую русскую культуру, которая была до православия. Никакого отношения не имеет. Это как литература полагает стать частью русской культуры, например. Тяжело, по-моему. Конечно, понятно, что в каждом литературном произведении, например, у Прилепина, Лимонова, у кого угодно, у таких представителей типичных русской культуры, которые милитаристы, сумасшедшие фанатики и так далее, у них там имеется этот культурный элемент, он у них доминирующий, они пропагандой занимаются. Вот Штрада. Мы не должны стремиться к тому, чтобы стать частью какой попала культура. Так и есть. Зачем нам становиться частью культуры русской, какая попалась на составленной в Прилепинах, Лимоновых и фанатиков, которые нам заставляют быть милитаристами, нацистами, сумасшедшими и так далее. Это же очень плохая литература. Не стоит приобщаться вообще к такой культуре в принципе. Если она плохая, мы должны учиться оценивать культуру, а для этого нам нужно читать разноплановые произведения. Литература, к сожалению, довольно-таки однообразна. Особенно русская. Русская литература очень однообразна в этом смысле. Можно сказать, за всю литературу у нас там буквально несколько посылов идейных, культурных, которые нас куда-то ведут. Да, надо читать больше тогда. Больше и лучше не просто русскую литературу читать, а философию, не русскую, а вообще всю философию. Учитывая вообще все регионы, тогда у нас будет возможность выбрать себе культуру, оценить свою культуру по отношению с другими культурами. В общем, как-то с этим функционировать у нас получится только в таком случае. Да, под аргумент. Она закладывает модель поведения, но зачем нам опять же модель поведения, которая так себе плохая? Почему? Зачем нам модель поведения, как, например, у Захара Прилепина, который насчитался Достоевского, Пушкина, Лермонтова, и увидел, что они были милитаристами и нацистами, и решил повторить за ними, и поехал убивать людей на Украину. И то же самое, и начал пропагандировать другим людям, помладше, что тоже надо быть нацистами и террористами, и тоже ехать убивать людей на Украину, потому что мы русские. Зачем нам такие убеждения? Зачем нам закладывать такие модели поведения? Я, честно говоря, не понимаю. Здесь надо очень тонко подходить к закладыванию моделями поведения. Потому что, тем более, литература классическая, это не литература прошлого, это литература, которую писали люди, жившие в совершенно другое время, в более жестокое время. Сейчас ходите стреляться со всеми, как Пушкин, это, простите, это олигофрения, это крайняя жестокость, это преступность, это преступный элемент там быть, значит. Нельзя закладывать модель поведения Пушкина, например, в человека, потому что это плохая модель поведения. И литература с этим не справляется. Она не должна быть главным вот этим вот двигателем, который закладывает нас модели поведения. Большинство литераторов, они уже вели отвратительную жизнь, абсолютно мерзотную. И вообще многие покончили жизнь самоубийством. Отлично, закладываем модели поведения. Здравствуйте. Классика поднимает культурный уровень. Отчасти, да, конечно, отчасти поднимает. Но всегда есть что-то выше. Что-то выше намного классики. Философия выше, наука выше. В том плане, что она выше, они выше поднимут наш культурный уровень. В литературе мы найдем какие-то такие вот философские отголоски, отголоски о философских идей. Кто-то может попытаться что-то глубокое сказать в литературе, но лучше считать первоисточники. В первоисточниках все яснее, все понятнее, все однозначнее. Литература неоднозначна. Там у нас Раскольников какой-нибудь, какой-нибудь Раскольников ведет себя неоднозначно на протяжении всего романа. И мы не понимаем, что с ним делать. Главное, мы не всегда можем понять, что думает автор. Мы можем угадать, да. Скорее всего, автор больше всего внимания уделяет этому персонажу, а значит, этот персонаж, скорее всего, выражает его позицию. Но это догадка. Философы более однозначны в этом смысле. И они могут выше поднять наш культурный уровень. Это... Я бы рекомендовал больше обращаться не к классике за поднятием культурного уровня. Удовольствие от прочтения. Да, аргумент 3. Да, классика якобы доставляет удовольствие от прочтения. Ну, кому? Кому она доставляет удовольствие от прочтения? Мне, например, очень трудно читать Кавку Гохмана. Гохмана, хотя я люблю и Кавку, и Гохмана. Они интересные писатели. Но писали они крайне скучно. И Стехского-Толстого тоже очень скучно писает «Затянутый тяжелый мучитель». Это не развлекательная литература, в принципе. Это действительно отвращение вызывает. Ну, с другой стороны, научная и философская литература тоже порой бывает записана довольно-таки трудно. Поэтому, что же делать? Кстати, мне понравилась работа, Алексей Юрьевич. Они интересные. Интересные работы, написанные хорошим языком, хорошая литературная обработка. Все довольно-таки натурально, просто и без лишнего мусора. Да, есть литература, которая доставляет удовольствие при прочтении. Например, текст «Путешествия на Запад». Мне тоже в свое время понравился. А вы-таки интересен. Есть ли там много, много событий, много всяких каких-то тонкостей и веселых. Это хорошо. Но не всякая литература доставляет удовольствие от прочтения. Но, впрочем, это тоже сильный аргумент. Если вам нравится литературу, читайте, читайте. Но просто не нужно убеждать других в том, что вот они какие-то неправильные, если им вдруг не нравится читать Гавку, Кавку, Гопана, Достоевского и Толстого. Все просто в данном случае. Да, нужно понимать, что не все авторы, во-первых, для удовольствия пишут, и во-вторых, у людей разные эстетические основы, и они, в принципе, не могут вот так взять и сказать, да, все, теперь я поклоню Кавке. Мне нравится Кавка. Давайте. Давайте мне побольше Кавки. У Кокмана еще побольше. Для кого-то это тяжело. Причем не тяжело, потому что люди тупые. Потому что у людей разные, например, психотипы. Разный темперамент. Я, например, думаю, Кавку у Кокмана, Достоевского и Толстого легче считать человеку с хлигматичным темпераментом, более такому медленному. А человеку с более взрывным темпераментом читать Кавку вообще невозможно. Ладно, посмотрим. Это, в принципе, такие вот мои соображения на этот счет. Аргумент 4. Литература учит нас многообразию и сложности жизни. Да, 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 да. Как будто бы это так. В литературе сформировались вполне определенные ограничения в показе многообразия жизни. Да, действительно это есть. Есть и исключения в литературе, только до них нужно еще дойти. Например, мы видим, в литературе часто встречается откровенная пропаганда. Откровенная пропаганда, например, в Советском Союзе вся литература была полностью пропагандична. Многообразия жизни в ней нет. война, так, святая война. Не знаю, космос, святой космос, все в космос, надо всем лететь. Генсеки молодцы. Сталин замечательный человек. Границы есть всегда. И у классиков до Советского Союза были ограничения. То есть многообразие жизни покажется довольно-таки скудно. Надо очень-очень долго искать литературу, чтобы найти действительно реальное многообразие. Да, например, Сорокин, например, Филингин. Там мы найдем многообразие некое отличие от классики. Но надо быть осторожным с этим. Надо много искать, чтобы убедиться в том, что мы действительно нашли некое многообразие. Обычно люди, которые говорят, приводят этот аргумент в защиту классики, они сами довольно-таки ограничены и они не понимают смысл слова многообразия, в общем-то. Потому что они не читали тех авторов, которые отличаются от определенной тенденции. Сложность жизни в художественной литературе. литераторы опять же нет. Опять же, обычные нет. Обычно литераторы все упрощают. Да, они придумывают, даже если они действуют в рамках реализма, они все упрощают, они все прописывают через себя и мы редко получаем какой-то опыт сложности жизни в художественной литературе. Это любой читатель может заметить, если очистить свой взгляд от собственно предрассудков своих. Если он перестанет читать своих авторов как кумиров любимых и не будет просто комплиментами забрасывать, он просто холодно посмотрит на текст и скажет, ну да, сложной жизни здесь скорее всего и не показывают. Нет ничего сложного, ну то есть комплекс состоящего из нескольких частей, многого количества частей, обычно это редко не показывается, обычно показывает однажды одинообразие, даже у Достоевского. Все привести к православию, все привести в религии. Ну и хорошо, допустим. А художественная литература раскрывает внутренний мир? Скорее, да, раскрывает, но внутренний мир автора. С другой стороны, литература легко обманывает. Мы не можем сказать, что автор реально раскрылся в том или ином литературном произведении, потому что литературное произведение строится не таким образом, чтобы автор мог там раскрыться. Например, у нас есть исповедь Августина. Вот этот текст посвящен раскрытию Блаженного Августина. Там автор раскрывается и рассказывает про себя. И это бесспорно. И, ну, может быть, он там тоже что-то додумывает, что-то додумывает, сам себя обманывает, или преувеличивает, или преувеличивает свои заслуги. Всякое же может быть. Человеку очень тяжело оценить себя в этом смысле. И автору литературного произведения тоже тяжело. Как он еще искован определенными законами, определенными канонами, литературными, и пожеланиями своих читателей он скован. Поэтому раскрытие внутреннего мира автора может быть отчасти, но сомнительно. Да, и раскрытие внутреннего мира читателя не раскрывает, опять же. Любое я это иллюзия. Так скажем. Внутренний мир трудно раскрыть. Читатель сам раскрывает свой внутренний мир себе же, а не через книгу. Если он читает книгу, это способствует раскрыть его внутреннего мира? Ну, хорошо. Может быть. Если он считает, что так способствует, но он мог и без книги это сделать. Почему бы и нет. Художественная литература развивает воображение и образное мышление. Но это тоже не так. Это тоже не так. До романтизма вообще очень мало было таких произведений, которые клали в основу свое воображение. воображение довольно-таки мало, мало, редко включалось в литературу саму по себе. Да, у греков это было, у греков было, но с средних веков мы потеряли вот эту вот воображаемую основу литературы. И вот в последние годы, в 20 веке, она действительно начала занимать снова свою нишу. Воображение там начало развиваться, в частности, в фантастики, где, можно сказать, новая мифология начала развиваться, но, опять же, у фантастики есть свои слабости, опять же, плагиат. Ну, какой-то Толкин. Толкин, да. Восстановил он определенные, в общем-то, мифы английские. Прекрасно. Хорошую работу провел на воображал, создал прекрасные книги, а что потом? А что после Толкина? Что мы видим? Мир Варкрафта? Сапковский, который повторяет Толкина, тоже весь мир, вы считаете, ворует. только переначивать, кое-что делает пожестче, но мир, именно то, что воображается, Сапковский не создает. Что делает Мартин? Да то же самое делает, просто побольше средневековья, поменьше воображения еще. Фантастик, фэнтези, вот вам оно, фэнтези. Мы можем посмотреть практически на любого автора фэнтези и обнаружим, что там встречаются, не просто встречаются, там фундаментом стоит вот это вот Средиземья Толкина. Вот и все. Какое воображение фантастики, простите, с учетом того, что все повторяется уже, который, который каждое десятилетие прокручиваются одни и те же темы, одни и те же миры, одни и те же концепты, и все, это как-то вот становилось. Хотя в 20 веке, да, были такие тенденции. Воображение так себя развивает художественная литература. Можно и побольше его развить долго. Можно. Но, к сожалению, актуальная художественная литература довольно-таки слаба. Именно в этой области. Кто говорит, что она развивает воображение, у того воображение не очень сильно развито. Ну, может быть с нуля, да, до некоторой степени разовьет. Художественная литература позволяет нам прожить несколько жизней. Да, чаще всего этого тоже не происходит. Редко события книги охватывают всю жизнь персонажа, кроме того, литература описывает жизнь поверхностно и иногда даже лживо идеалистически. Книжный человек живет в искусственном мире, где происходят события, пропущенные через призму автора. Все это крайне трудно назвать полноценным проживанием. Верно? Плюс ко всему к этому добавим, что в книге мы проживаем не все моменты жизни персонажа. Мы проживаем только некоторые из них. Самые выдающиеся. Вы представьте, если бы вы свою жизнь прожили вот так вот и видели только самые выдающиеся ее моменты. Около музыкально прожили, 10, 20, 30, день, 2, неделю, месяц. Месяц самых лучших событий в вашей жизни, допустим. Вот вам книга. Не очень-то вы познали свою жизнь тогда и не очень бы ее прожили. Вот по литературе вы этим и занимаетесь. Художественная литература помогает читателям сформировать мировознение. Это самый худший аргумент в пользу художественной литературы, потому что большинство писателей не очень умные люди, к сожалению. Их уровень интеллекта не очень высокий. Вы можете сейчас обидеться, очень заметить, что сказать «фу, как мне стыдно, Александр, какие вещи говорить». Но это не философы. Писатели не философы. Писатели не ученые. Писатели – это писатели. Писатели часто свойственны очень негативные свойства. Например, тот же великий Достоевский, православный фанатик, пропагандирующий свои крайне сомнительные взгляды, включающие в себя радикальную веру, кантианскую апелляцию к нравственности, милитаризм и антисемитизм. Вот вам Достоевский, вот его точка зрения. Вот он нам помогает сформировать мировоззрение. Кому помог? Кому? Прилепину помог. Что делает Прилепина? Убивает людей на Украине. По-моему, вот очень понятно, очень просто. Тем более, влияние вот этих писателей традиции очень сильно велико и действительно становится как бы, как это называется, мыслью, в общем, управляют в своей эпохе. И это плохо, это негативно, потому что эти люди чаще всего действительно не очень умные. Философы значительно умнее в этом смысле. Лучше бы философы формировали мировоззрение, а писатели были как бы. Вот в этой области должны быть на вторых ролях. В общем-то, из этого делается вывод, что мифология художественной литературы довольно обширна. Она притупляет сомнения и критическое отношение к прочитанному. Идолы классики становятся своеобразными богами, гениями, зачастую не представляя собой ничего серьезного. Я не против чтения художественной литературы, но против идолопоклонничества по отношению к ней. Со всем этим надо бороться. Мы должны понимать, что художественная литература, если нам нравится, если она нам нравится, читать можно. Почему бы и нет? И что-то она разовьет. Можно же мировоззрение, но вы вряд ли найдете хорошую книжку, где будет раскрыто хорошее, правильное, мировоззрение, интересное, хотя бы оригинальное и хорошо доказанное. Вы вряд ли найдете такую книжку, потому что художественной литературе ничего почти не доказывается. Это проблема. Да, и жизней вы не проживете много, и воображение, может, чуть-чуть разовьется. С внутренним миром тоже большие проблемы. Многообразие вы не увидите, удовольствие, может быть, получите. Может быть, поднимите немного культурный уровень, может быть, заложите какие-то модели поведения, но тоже надо отбирать. Когда вы с детства неразумно всем вот этим занимаетесь, когда он случайно пихает в голову все вот это вот, все, что попало, пихает вам в голову, то вряд ли вы сформируетесь как хорошая, развитая культурная личность, как личность мыслящая, как личность ищущая. Вот и все. Не нужно боготворить художественную литературу, нужно очень разумно к ней относиться, очень рассудочно ее оценивать, нужно ее критиковать и очень много критиковать. При этом не обязательно отбрасывать все хорошее, что в ней было, но на негативные стороны обращать внимание просто обязательно, иначе это просто разрушительно. Некоторые авторы разрушали себя и они разрушают своих читателей. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания, хотя сейчас в этой статье я вам не показал никого понимания в этом видео. Но критика, такая критика, приходится ходит за этим заниматься, раз уж у нас идолопаковое личство здесь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok